Итак, оперативная обстановка. Окупанты за прошедшие сутки нанесли 5 авиационных и 6 ракетных ударов. Совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Поражение потерпела гражданская инфраструктура населенных пунктов Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей. Высокая остается вероятность российских авиационных и ракетных ударов по всей Украине. Не хочу загадывать, но тем не менее, давно не было ракетных обстрелов, более массированных, поэтому мы в готовности их отражать и в готовности того, что Россия может в любой момент их нанести. Противник не прекращает наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях, несет большие потери, ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполевка, Спорная, Раздолевка, Благодатная, Красная гора, Бахмут, Просковьевка, Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Из минометов и артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Сумской и Харьковской области. В эти сутки Черниговская область им повезло, обстрелов не было. Не зафиксировано, во всяком случае. На Купенском и Лиманском направлениях продолжаются позиционные бои. Противник проводит попытки наступательных действий с целью вытеснить наши силы обороны с тех рубежей, на которых мы сейчас остановились. Все попытки противника безуспешны, успеха он не имеет. И все атаки российских оккупационных войск на нашей позиции отбиты на этих направлениях. На Бахмутском направлении ведутся бои в районе Красной горы и Васюкевке. На сегодняшний день противник успеха не имеет. За прошедшие сутки линия фронта в районе этих населенных пунктов не изменилась. Враг продолжает штурм обоих частных секторов в самом Бахмуте. Но безуспешно. Тоже линия фронта стоит. Успеха противник не имеет. Ситуация возле Ивановского очень тяжелая. Противник пытается прорваться к трассе для того, чтобы перерезать снабжение города Бахмут. И это в принципе будет угрожать полуокружением самого Бахмута. На данный момент на этом участке в направлении Иванковского идут ожесточенные бои. Но за прошедшие сутки противник успеха не имел. Его продвижение в направлении трассы остановлено вооруженными силами Украины. На Авдеевском и Новопавловском направлениях ситуация без изменений. Ситуация в Авдеевке, Марьинке и Угледаре контролируется вооруженными силами. Единственное, что противнику удалось продвинуться, но это было в предыдущие сутки, в направлении продвинуться к северу от Новобахмутовки. И больше никаких изменений там нет. За прошедшие сутки линия фронта не изменилась. Далее запорожское направление. Там идут позиционные бои, перестрелки и обмен артиллерийскими огневыми ударами. Под огонь российской артиллерии вражеской попали районы более чем 20 населенных пунктов. На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы 21 населенного пункта на правом берегу реки Днепр. Есть жертвы среди гражданского населения. Несмотря на такие ожесточенные усилия атаковать наши позиции, противник продолжает нести огромные потери. Наступление, волны наступающих, они сменяют одна другую. И причем они гонят следующих, следующих, следующих. Опять же, ситуация повторяется. Она не меняется уже, наверное, в течение нескольких месяцев. Как вот наемники ЧВК Вагнера начали наступательные, активные наступательные действия в районе Солидара и Бахмута. Вот, наверное, с той ситуацией, да, поменялись войска. Ушли наемники, пришли десантники, то есть регулярные части вооруженных сил России. Но ситуация как бы не поменялась. Гнали наемников, теперь гонят тех же десантников. Кстати, информация из неподтвержденных источников, точнее слухи вокруг Генерального штаба Российской Федерации, говорят о том, что у Герасимова уже назрел внутренний конфликт с командующим воздушно-десантными войсками российских вооруженных сил. Почему? Потому что Герасимов, с одной стороны, понимает, что самые боеспособные части это морская пехота и десант. И поэтому использует их. Потому что, ну, раньше гнали наемников. Мы знаем там и про заградотряды, и про вот эту мотивацию того, что жестокое обращение, что они своих, зэки своих боялись больше, чем наши, поэтому шли в атаку в надежде получить легкое какое-то ранение и уехать с этой, и попасть под амнистию, ну, или хотя бы выжить в этой ситуации. То сейчас они используют для того, чтобы темпы или натиск атаки не снижался, они используют десантные части. Но они их используют как пехоту. Как обычную пехоту, которая должна встать и в линию пойти, соблюдая линию, удерживая линию, пойти в атаку. На что командующий ВДВ, естественно, понимая тактику действий воздушно-десантных войск, естественно, высказывает свое недовольство, что десант жгут в качестве обычной пехоты. Вот. Это очень хорошо, что у них там начинаются внутренние распри. Я думаю, что дыма без огня не бывает. Так что, несмотря на то, что информация непроверенная, неофициальная и требует подтверждения, ну, я думаю, что вот этот вот, как у нас любят говорить слово «срач», в генеральном штабе российской страны-агрессор России все-таки происходит. Так вот, а подтверждение вот этих и потери, соответственно, огромные, и десант уже укомплектован мобилизованными в большей степени, чем кадровыми военными, которые в нем служили еще до начала массированного вторжения. То есть это все ослабляет, и мы можем сделать вывод с вами, что если десантные части на пределе своих возможностей, неся огромные потери, пытаются атаковать наши позиции, то представьте, что если в бой пойдут основные части, мотострелковые, которые укомплектованы на 80-90%, укомплектованы мобилизованными, то там, как бы, обученность личного состава и боеспособность этих частей будет еще ниже. Что для нас хорошо, единственный недостаток, который будет создавать нам проблемы, это массовость, массовость наступающих войск. Но для этого, я надеюсь, у нас будет достаточное количество минометов и пулеметов. Так вот, в подтверждение того, что российские войска несут огромные потери, в районе Ново-Ивановки Луганской области обустроен еще один военный госпиталь. То есть фактически где? В приграничной, в прифронтовой зоне, везде, где есть медицинское учреждение, оккупанты сразу же делают из него госпиталь. Сразу же, потому что раненых огромное, просто огромное количество. И вот даже вот здесь, в Ново-Иванковке, они обустроили в Луганской области госпиталь, на лечении находится около ста российских военнослужащих. Вы же понимаете, что в таких населенных пунктах медицинское учреждение, это не такое большое, там койко-мест очень мало. Тем не менее, сто человек уже находятся в этом госпитале. Это только его обустроили. Степень тяжести ранения обычно занижают и не учитывают в медицинских документах. После оказания минимальной помощи отправляют на передовую. То есть никто ни с кем там не панькается. Лечение чем-то напоминает бравые похождения солдата Швейка. После клистера и заворачивания в мокрую холодную простыню, все соглашались идти на фронт. Примерно так же и здесь. Перебинтовали, оказали первую медицинскую помощь и отправили, вкололи обезболивающие и отправили на фронт. Возвращают назад. То есть никто не собирается их там эвакуировать поэтапно с предоставлением следующей более квалифицированной медицинской помощи. Там же вы знаете, военно-полевая медицина идет поэтапно. Идет первая медицинская помощь, потом доврачебная медицинская помощь, потом врачебная и так далее и тому подобное. Этого ничего нет. Просто свозят в места эвакуации, оказывают первую медицинскую и по возможности возвращают в строевые части. А насчет того, что не учитывают степень тяжести ранения, занижают. Потому что выплаты надо производить в зависимости от тяжести ранения. А если пишут среднее, а ему пишут легкое, соответственно выплаты там 3 копейки. А если не записывают вообще в медицинскую карточку, допустим легкое ранение, вообще не учитывают. Ну царапина у тебя, не волнуйся, до свадьбы заживет, как обычно любят говорить. Тогда вообще никаких выплат не положено. И этим самым обманывают личный состав. Кстати обман состоит еще в том, что многим мобилизованным, которых привезли в Украину, как выяснилось в месте отправки, обещали, что они будут находиться в 3-4 линии. То есть они будут служить фактически в тылу и просто обеспечивать, как воинская часть, обеспечивать оборону тыловых объектов вдали от линии фронта. А в результате получается, что они попадают на ноль и вот фактически уже надо вставать, выпрыгивать из окопа и идти в атаку на наши позиции. Вот такая вот у них складывается там ситуация. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 9 авиационных ударов по районам сосредоточения техники и личного состава противника и 2 авиационных удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, 1 пункт управления и 1 состав с боеприпасами. Вот такие вот военные события произошли за прошедшие сутки на линии фронта и на оперативных направлениях в Украине. Ну скажу так, что вот к середине недели ситуация немного стабилизировалась, во-первых стабилизировалась линия фронта, на многих участках удалось взять ситуацию под контроль, остановить продвижение российских войск, ну и активность боевых действий немного снизилась. Несмотря на то, что на некоторых участках атаки продолжаются с той же интенсивностью, как это было на прошлой неделе. Редактор субтитров А.Семкин